Продолжаем выполнять все задания в гранитных ключах. Также у нас еще вот этот квест остался, мне кажется, надо было сходить его сделать. Наверное, если эти чуваки нас управляют куда-то в эту же область, а может быть вот в эту, то мы, наверное, и сюда заглянем, но все равно, может быть, сюда тоже зайдем. Ну, давайте, поэтому мы что, мы сжигали трупы, по-моему, или нет? А, нет, мы ему похлебку собирали. Поздоровайся с моим маленьким другом. У Харкора челюсть отвалится, когда он увидит такие отборные продукты. Осталось только решить вопрос с доставкой. Он разбил лагерь на восточном крови леса рядом с проклятыми руинами Дракил Джин, так что добраться до него проще простого. Ну что, отнесешь ему ингредиенты, или предпочитаешь помочь мне с бальзамировкой трупов? Ну, видимо, выбора тут не будет, но мы не будем ему с трупами помогать. Так, и второй здесь квест. Мы ему сдали на квест на сжигание трупов, который мы здесь вот сжигали. Точнее, нет, кстати, наоборот, не трупов, а живых троллей. А, это еще и Делик, походу, был, да? Да-да-да. Так, и спасательные операции. Орги такие упрямые, сил нет. Их, Ик. Ты со мной согласен, человек? А вот, например, Курцель. Сколько лет уже работает с нами? Даже Макака успела бы усвоить, как надо проворачивать дела. Нашел дурака, делал за тебя самую опасную работу. А награду положил себе в карман. Неужели так сложно это понять? Так ведь нет. Это срывается с места и берет все в свои руки. Наверное, она уже мертва. Но мне все равно. Как-то не по себе из-за того, что мы бросили ее одну женщину. Не в том состоянии, чтобы прийти ей на помощь Ик. А, дружище, может быть, ты попробуешь ее отыскать? Так, плащ и плеть это... Делик, да? До скорой встречи. Нет, стоп. Ну, почему он невзятый? Ну, просит вас поджечь? Да, это я сделал. А почему он заново появился, как невыполненный? Потому что эти тролли сами себе скопытятся? Да я-ка за работу. Идешь на север, водракторан... Это было, нет. Всего хорошего буду это сделать. Я уже это делал. А, мне сюда она... А-а-а, нифига. А-а-а, и крепость это в подземелье. Окей. Курцель. Ну, мы можем чисто зайти в подземелье и, скорее всего, это будет на входе. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Просто посмотрим на крепость Дракторон. Где там вход и прочее. Ладно, я не хотел взглянуть, какие тут боссы, но давайте я взглянил. Король Дредд. Окей. А-а-а, так. Я тут перееду на эту сторону. Ну, наверное, да. Пройдет не сильно. Далеко. Так, давайте еще с этой стороны немного проедемся. Чтобы или в поселение троллей не попасть. О, здесь, кстати, очень неудобно перейти реку. Да, здесь прямо спасительный островок есть такой небольшой. А что тут, кстати? Это уже следующая лока. Крепость Стражей Зимы. Отсюда, наверное, видно. Плохо, но где-то там ее видно. Должно быть. Так, мы едем в Дракторон. Потом, наверное, сюда заглянем. Этот квест нас отправил уже далеко-далеко. Тогда мы не пойдем. И после этой штуки мы сюда тогда поедем. Хотелось, конечно, сразу, чтобы другие квесты не брать. Чтобы потом не забыть, что они там нас просят. Ну да ладно. Так, я так понимаю, охот будет там, где на нас куча троллей бежали. Хотелось бы как-нибудь по-легкому его найти. А, кстати, в том, что в этой локации нет никаких подземелий. То, что вот эта штука принадлежит верхнему, верхнему, верхней локации. Толенчоки, отагритесь, пожалуйста. Если так смотреть, то я как бы отсюда тоже видно. И учитывая, что здесь есть второе подземелье, я думаю, что как бы в локациях по два инстатиста. У нас, кстати, нету камни-стречни где. Может, и не видно его особо. Нет, я подозреваю, что вход здесь, только... Вроде не мимо бегут все. Так, давайте ускоримся. Куда они бегут, интересно? И почему их так много? Куда они берутся? Или они по кругу бегают? Типа из крепости, потом обратно в крепость. И это у них такая утренняя пробежка, тупо. Да, камни-стречни здесь есть. Откуда они берутся? А, они даже еще спавнятся, извините, откуда. Понимаю. Так, и вот оно подземелье. О, давайте туда, кстати, сходим, посмотрю, что там. Мне кажется, это просто проход в следующую локу. Корни растут. Так, это следующая лока, да? Зулдракта. Да, но... Ящер Дракуру. Тролль на ящерах так разъезжает, да? Окей, ну, наверное, нам не надо. Нам надо в подземелье войти. И, скорее всего, мы сдадим просто квест и дальше никуда не пойдем. Ну, одним глазком мы посмотрим, что еще там есть. Дракторон. Так. А, да, это на входе находится. Считаем, в принципе, было. И вот Курцель. Ну, пора эти квесты мы не будем, потому что это квесты на этот, на подземелье. Подземель мы отдельным уже моментом пройдем всем. Так я и знал, провались я сквозь землю, никто из этих бесхоребетных слезняков не протянет мне руку. Но, во всяком случае, они прислали тебе, придется нам делать это вместе. Но делать мы ничего не будем. По крайней мере, сейчас. Вот, левел аппетитал. А, карта? Ну, 3 босса и где-то еще 4-й спрятан. Да, вот он. О, рак, линок, справедливость. Кайф. Давно мечтал о нем. Так, ну, мы отсюда уходим. Нам, не сюда. А нам сейчас в среде вот эту штуку, да? Карта еще не открыта. Ну, давайте я выберусь из этой крепости. Ну, в принципе, уже просто там были. Я кафот, наверное, сейчас просто перемещусь. Да, я добежал до входа в это среброречье. Здесь мы немножко на входе потусили. И решили... О, это ловушка? Уйти отсюда. Хочешь на ловушку? Как в этом плодберне. Да ладно, она вроде не работающая. Так, здесь какое-то огромнейшее поселение охотников, я так понимаю. Звероловы? Звероловы это же охотники? Почему нет? Чем охотник от звероловы отличается? Наверное, ничем. Или звероловы охотятся на зверей, и они не охотятся на них, а ловят. А охотники охотятся на животных. Так, тут есть квест, но тут... А может мне отключено на карте? Нет, у меня все включено на карте, просто ничего нет для нас. Это вообще не наше поселение, просто видим наши союзники. Интересно, а выполнять квест вот тут вот с этими чуваками мир заключать надо, чтобы с ними быть союзниками? Возможно. Так, ну пойдемте, сдадим квест, который нам дали. И там еще, да, второй. Катя? Реально Катя. Военный Атташе Дюкаль. И Сергей. Интересные имена у них. Кстати, это может быть просто локализовали так? На самом деле там не было никаких садгеев. Уроки дипломатии. Итак, рад наконец-то познакомиться с тобой, Родогон. До нас доходили слухи о твоих подвигах. Добро пожаловать в Сребаречье. Эти звероловы отличные ребята. Крепкие, отважные, знают эти края, как свои пять пальцев. Хорошо, что мы наконец-то перетянули их на свою сторону. Береги себя. Ага. А. Сергей нам дает пресс. Чем я могу дать пресс. Я тут вам ничего не дал. Северное гостеприимство. Монаха коготь ненависти. За альянс. Любопытно, что оберег монаха это какая-то свечка. Так, это прямо здесь квест? Ай, ну не прям заставляют делать сначала эти квесты. Потому что не близко. А куда Катя пропала? А. Все. Вот она. Нашлась. Так, что у тебя тут? Добрый день. Аконитовый корень. Слышал когда-нибудь про волчий борец? Мерзкая трава. Из-за нее гибнет половина наших посевов. Мы пололи сорняки всю прошлую неделю, но оставшиеся корни опять дали всходы. Думаешь, это все чепуха? Учти, если волчий борец опять заколосится, произойдет нечто ужасное. Так что если увидишь этот сорняк возле деревни, вытерни его немедленно. И ты окажешь нам очень большую услугу. Окей, дергаем сорняки так же. Да, прямо здесь. А, ну я хотел этот квест сделать. Ну ладно. Видимо, пытаться дергать сорняки и убивать Орду. Ордынец? Похож. О, наконец-то, да. Дождались. Овая обилочка. Ну, теперь можно и переставать не то, что мне не хватает этой обилки, и начинать не то, что мне не хватает второго заряда вот этой обилки первой, так, чел. Ну я же тоже так не очень, что думаешь. Я, кстати, могу бабл нажать на оглушение. Урон. И, возможно, ухудшить, если на вас действует... Это понятно, да. У меня же никак не снять себя оглушение. Но я, кстати, человек, могу вот этой штукой снять с тебя оглушение. Раз своей пассивкой. Ну-ка, давай, рывок делай свой. Не будешь? Передумал? А, мне, кстати, эта штука дает только один эту энергию. Она же и два должна давать. Я помню. Блин, вот мелкие уровни у них. Проблема в том, что как бы обилки им дают, но они дают их не с самого начала полноценным. То есть мне вот эта штука не сразу торт давала по заряду энергию. Это дает мне тоже не три. Или, может, она не дает три. А, у нее еще нету этого проков. Что за бесплатные можно иногда нажимать. Она, кстати, рейнджовая же, да? Да-да-да, у нее очень большой рейндж. Как-то забыл про это. Блин, у меня уже попроще стало, ладно, плоти не и поинтереснее играть. Слышно. Ну, те уровни не петлили. Так, тоже, ну вот, когда аккорды не четыре из восьми. Блин, второго заряда супер не хватает. Так. Мне бы на самом деле, наверное, аккорды искать в первую очередь. Потому что вот я уже почти всех убил. Во, аккорды, аккорды. И там, ой, три аккорды идеально. Опа, я славлюсь от стана. Это он не сразу прибежал, да? То есть у меня, пока я стоял в углушении, этот чел не решился подходить. Типа, ой, там его оглушили. Да его, наверное, сейчас вообще убьют. Не буду вмешиваться, а то еще меня заденет. А я вышел из углушения, начал его бить. Он такой, ой, да он уже побеждает. Может, в принципе, и помочь. Кто подумает, что я помогать ему хотел? Нет, все-таки второго заряда не хватает. Хотя можно освещение нажимать. Потому что я освещение не жму. Но освещение это откроется. Почти все-таки ауешка. Из-за этого я езжал просто потому, что у меня другие кнопки не было. Ой, а, кстати, идеально, по-моему, сделал. Один к одному. Никого лишнего не убил. Ни одного лишнего сорняка не вытернул. Остальные сорняки остаются здесь. Да пусть другие их дергают. Че я один тут должен все выдергивать? Неплохо-неплохо. А ты не робкого десятка, Redgon? Давайте свечу возьмем. Больше он квестов не дал. Ну, пойдем тогда Кате задим ее квест. Смотрим, что после этого произойдет. Катя поспешно отворачивается в сторону. Молодец, Redgon. Если у тебя с собой и нет этой мерзкой травы, а то у меня не аллергия. Ну, как сказать. Наверное, нет. Ага, квест. Не, появился, появился. Да, у Сергея появился квест. В принципе, знаете, наверное, мне наоборот нравится тот факт, что квесты так постепенно появляются. Потому что я вспомнил недавно то, что когда я проходил квесты у Дринеев, цепочки в Экзодаре, я помню, приехал просто сюда, и здесь был миллиард квестов. Или не сюда, кстати. Нет, по-моему, во второй локации. Какая из них вторая? Это вроде вторая. Короче, во второй локации у Дринеев там просто реально тебе с самого... У тебя один этот город, в котором квесты дают, и ты там просто сразу приезжаешь, там миллиард квестов дают. Чем я могу помочь? И ты просто забываешь, что кто там тебя просил. Потому что тебе реально там где-то с десяток квестов соберется. Когда ты туда первый раз приходишь. А тут, в принципе, постепенно ты так это... Нормальных выполняешь. Так, испытание смелости. Ладно, дружок, пару раз ты на нас действовал... Действительно выручил. Но это еще не показатель смелости. В наших краях нельзя стать настоящим охотником, не поучаствовав в себя в шкуре жертвы. Не поучаствовав в себя, окей. Сергей вытаскивает из ножа на свой охотничий нож и протягивает его к вам. Предводителя проклятых орков, нападающих на наш город, зовут Костихват. Его легко найти в лагере на северо-западе. Да, ты меня правильно понял. Я поручаю тебе освежевать этого мерзавца. Интересные охотники. На интересных... Этих охотиться. Животных. Так, ну давайте на самом деле пока поигнорим его квест и пойдем, наверное, по другой цепочке. Вот сюда. Я, может быть, зря? Да, зря. Не пойду. Нет, не хочу пока. Давайте обратно. А сколько здесь именных чуваков, кстати? Вот звероловый обычный, да? Вот здесь вот только парочка стоит. По-моему, там никого не было. Как по мне, по-моему, именные чуваки в основном дают квесты. Ну а здесь у нас, кстати, было три... Нет, не здесь, вот здесь. Три чувака вокруг. Ну, в центре стояли. У каждого свое имя, но никто из них квесты не давал. Много странно. Снова в дереве туннель. Небольшой такой. В общем, как-то странно он так проделан. Ладно, наверное, проделали как могли. Либо вообще это, может быть, само как-то произошло. И навряд ли так. Здесь где-то лагерь. А. Блинный зверолов. Это мы его, видимо, еще освободить должны, да? Фрадер и сержант Костехват. Так, нам просто убить его, да? Мы просто убьем. А чел помогает? Да, помогает. Вот там берется. И причем, кстати, в соло забежала. Ну, как в соло? У меня тут освещение как бы стоит. Ты же освещение называешься, да? А, бля, зверолов. А, стой, убери нож. Не делай этого. Зачем тебе послали? Ты ведь еще не стала таким же, как они. Каким же? А, не делай этого, Родогон. Люди, пославшие тебя сюда, им нельзя отверять. Мне тоже немного это не особо нравится. А то, как они охотятся. Точнее, наверное, мне нравится то, что они называют убийство других. А, раз охотой. А, разумных. А, раз. А, спасибо. Предупреждение. А, спасибо за помощь, Родогон. Меня зовут Саша. А, послушай, мне очень надо выбраться отсюда. Люди, которые послали тебя сюда, мои товарищи. С ними что-то произошло. Они изменились. Они хотят сделать тебя одним из них. Это испытание всего лишь начало. Дайди до северо-запада с риброй речи, и ты увидишь все собственными глазами. Мм. Удачи и помни, никому нельзя доверять. То есть тебе тоже нельзя доверять. А, нет. Слышь. Крепки, отстаньте. Не надо. Ну, один хотя бы согрелся. Да, пока читал квесты, я чуваки заново спавнились. Нет, нет, мне нет. У меня бабл есть. О, бабл снял оглушение, или у меня просто по времени закончилось? Так, ну чел, отстань. Ну, куда ты бежишь? Ну, у тебя же, блин, рейндж закончился. Вот он же. Так, ну давайте вернемся. Так, мы в Среброречье. И давайте посмотрим, куда нас тут просили добраться. Что именно увидеть. Может отсюда можно увидеть? Это в башенку, по-моему, у меня. Видео, да? А, пленный. Дворф или человек? А, узник. Чего там? В клетке? Да, узник, по-моему, в клетке просто. Так, и что? Приветствую. А, кто здесь? Ты хочешь меня убить? Не надо, пожалуйста, не трогай меня. Побег из Среброречья. Ты? Ты не один из них? Быстрее, выпусти меня отсюда. Нужно как можно скорее вернуться в приют янтарной. А, сосны? Как только линтенант думает, узнает, что представляют из себя эти люди, он немедленно прикажется сравнять лагерь с землей. Ничего себе, открой деревянную клетку, помогите сбежать. Когда вы доберетесь до янтарной сны, так отложите линтенанту во всем, что вы видели. Отказаться. За Ольян. Сдели просто хочу другой квест сделать, пока мы здесь, потому что я подозреваю, что это квестное сопровождение, и, возможно, мы уйдем отсюда. Сейчас, так, давайте метку посадим, чтобы не забыть, где он тут. Так, пойдемте с этим, сделаем квест на гоблина, по-моему, там надо труп найти, возле его трупа что-то есть, артефакт вроде. Мы артефакты собираем по квесту вот этого чувака, который сидит в клетке. Ледяной тролль. Турены. А, ПВП, окей, понял вас. Это, получается, ордынский фанпост. Не будем приближаться к нему, то еще в ПВП войдем. А, а мне туда надо, слышь, а ну-ка пропустите меня. Они элитные, ну-ка. Ну, нет, они, кстати, не элитные, 547 хп. Я с ними справлюсь. Но все равно, наверное, не буду их акклить. А почему они ПВП? А, это, кстати, наверное, такая же зона, как вот эта вот была здесь. Или нет? Да не-не-не. Ой, здравствуйте. А, вы мерны? Что? Случайно чуть не нарвался на орду, но они почему-то внезапно оказались мирными. Вот эти, наверное, уже не мирные, ну-ка. Коровка. А, не мирная, коровка. Так, ты же не можешь чарджить на меня делать? Вроде не будет. Так, а почему так? Почему здесь ПВП-шные? А почему ПВП тогда написано? Это же вроде обычные, а это ордынсы. Странно, почему на них ПВП висит. То есть, обычно, когда ПВП висит, это типа ты убьешь чувака и ты войдешь в ПВП. Не наверх, если я что-то не понимаю, где наверх. А, вот я вижу. Зря в воду прыгал. Что здесь вообще происходит? Что это за место такое? Не, вот, кстати, альянс. Да-да-да, все это как здесь место, скорее всего. Здесь реальная ПВП-зона. Просто немного странно было, что только ордынские эти были. Ну, видимо, альянс где-то в этой части тусит. Так, ну убиваем теперь спокойно всю эту штуку. Ну-ка, реально, что-то ходит у меня. Для этого, наверное, не так работаем. А, с них и шумот еще не падает. Да, вот я в ПВП встал. И вот, да, начал выходить из него. Так. Мне сюда? Да, здесь убитых как раз. Да, вот этот гоблин и ее артефакт. Сердце древних. А, наверное, этот несчастный гоблин нашел сердце древних во время раскопок. Я даже не понял, что за кровище попало ему в руки. Видишь, учитывая весь этот бордак, который творится в наших краях. Мое сердце в твоих руках. Голос Драктуру подникает в ваш разум. Эй, друг. И чей голос Драктуру... А, это которого мы призываем. Кроля. Эй, друг, какая потрясающая штука. Этот глаз пророков. Я слежу за тобой с его помощью. Вижу, сердце уже у тебя в руках. Неплохо. Давай неси его на мой едистал в перевале Дракатала, что на востоке. Тебе снова придется выпить мой эликсир. На этот раз подмешай в него немного настоя безнадеги. Что такое безнадеги? Те... А, пятна стояф. Тебе опять пятна стояф. Окей. Где это? Это еще дальше. Так, ладно. Еще дальше мы, наверное, не пойдем. Вернемся к квесту, от которого мы отказались. Так что я, наверное, проеду здесь по кругу, может быть. Хотя это вроде не так далеко, блин. Просто мне этот квест немного заинтриговал. Чего его поделать? Так, дайте мне... А, аккуратно. Спуститься. Мне просто подозреваю, что я здесь тоже, может быть, делик на фарм этих. Чего-то там. Прям вот, наверное, прыгнул. Плюс я хочу здесь смотреть, потому что здесь прикольно. Нормальная такая пила. Это, наверное, пила для этих, для каких-нибудь роботов. Навряд ли здесь кин-то урейна работа. О, фига, бульдозер. Видите, это домик или это реально какой-то бульдозер? Такое ощущение, что эта штука может ездить. Блин, походу, реально это на колесиках штука. Ну, я не вижу никаких гусениц. Или этой штукой есть гусеница? Ай, ай, нифига, я только сейчас понял. Все, все, все. Я думал, что это просто... Это крышка. Да, вот здесь, кстати, не. Вот здесь вот непонятно, что это такое, потому что закрыто. Взрывая сторона, да. Уже стало понятнее. Жесть. Блин, крутая штука. А наверх нельзя попасть, да? Ну-ка, сзади, скорее всего, должно быть что-то. Да, 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 вот тут есть подъем. Но эта штука стоит. Не знаю, может ли она отъездить? Ну, понятно, что в игре, скорее всего, никуда она не поедет. Но, в принципе, как это задумывалось. А, даже подняться не дают. Или на коняшку не дают. Нет, вообще не дают. Жадины. Ну и ладно, очень-то и хотелось. Э, заглянуть. Камера очень плохо отдаляется. Тут унижает это бревно. Сейчас сверху тут, видимо, что-то. Да, не дает камеру отдалить. А, еще выпрыгнуть. А, сейчас все настолько плохо. Окей. Ну, хотя бы здесь дали. Так, ну, квеста тут вроде бы нет. На карте-то нет, это просто дерево. А, как-то нет, две штуки. Что, будем их делать? А, не, две, четыре. Реально очень много квестов. И все синенькие. Блин. Давайте оставим, короче, на потом. Блин, вот и... Ах. Нельзя, блин, поставить вторую метку. То есть, оставлю эту, и это пропадает. А, ладно, давайте тогда и пойдем по этому квесту, чтобы не забыть про него. Или уже по этому пойти? Короче, нет, я пошел к тому квесту. Все-таки давайте поможем этому челу. Приветствую. А, принять? Это открыли, и он сопровождается, да? А, тебя укусили? Нет. Отвечай мне, проклятие, они тебя покусали. Чел, ты тут под этим сидел, серьезно? Ты даже не знаешь, ведь так? Так, охотники, они не люди. Нам надо... А, да? Выбираться отсюда? Давай быстрей. Это... Оборотни? О, лошадь. А, возьми лошадь, дюкали, он теперь один из наших. Из них. Вот так? Да, блин. А, возьми лошадь, дюкали, он теперь один из них. А, вон там сзади масляная лампа, используй ее. Где дьяволы боятся огня. А, где, где, где? А, да. Так, а, это воды, не варгены, да? Что там, ускорение? Вообще какая-то штука. Окей, не варгены, видимо. Так, это что это за штука? 156 урона. Тоже дамажит, да? Замедляет, возможно? Так, ускоряемся. Сейчас тут побег. Фа. А, у них еще вот эта штука действует. Увышает скорость передвижения? И их тоже, что ли? Нет, вроде только наши. А почему на них такой же эффект висит? Или они сами себе повышают скорость? Блин, нам далеко. Я хоть так-то. Такие не сработало. Эта штука замедляет, да? Рядом с противником увеличивает время между их атаками. Атаками и снижает скорость передвижения, да. Мне кажется, надо их вместе поставить эти штуки. А, она, кстати, быстро кодряжится. Что-то сразу видел это. Ах, блин. В смысле, нашему? Ну ладно. Так, а мы уже почти добрались, да? А, нет, мы, кстати... Ой, нам очень далеко ехать. Я могу похилиться? Нет, не могу. А, в смысле еще не все. Блин, ну, немного затянутых вес, конечно. Хотя я очень прикольный. А у нас сжиманы бесконечные, я надеюсь. Просто так на некоторые жму. Так, ну, уже немного осталось. Хм. Варген, значит, да. Варгенов, кстати, еще в игре нету как раз. Хорошо, что я сюда не варгеном пошел, как в предыдущие локации проходил. Это немного странно. Это выглядело бы. Так, еще один бежит. Ну, варгене, сами по себе, то есть, они есть. Они как бы еще в этом были даже. В... В сумерчном лесу. Помню. О, мы прыгнули. Интересно. А, медведь. Лежи. А, все плохо. Мне кажется, этот вес можно зафейлить даже. Вот столько нахрели, всякой фауны. Как они друг с другом не дерутся. Им бы как не друг с другом драться, потому что мы быстрее. Они нас не догонят. А друг друга они догоняют. А. В общем, варгенов добавят только в следующем дополнение. К катаклизме. Варгенов и гоблинов, как и грабельную расу. То есть, эти эти уже есть. Встречаются в большом количестве. Как минимум, гоблины. Варгенов, в принципе, не так много. Мало. Где даже... Наоборот, даже их реально мало. Но в следующем аддоне будет много. Так, можно ускорялку сжимать, кстати. Значит, там нет. Мало работает. А когда же это долго? Так, ну, мы регеем, кстати, не бывает. Наверное, немного помогает прийти этот квест. Но квест это супер классный. Мы, кстати, оба рыжие. Лал. Оп, синхронно. Так. Диалоги будут? Нет, не будет. Жаль. А, ну давайте заводить этот квест. Так. Что угодно. А, побег из серебра речи. Варгены? Мерзкие, вонючие, светом проклятые варгены? Пора показать этим тварям, где их место. Ботинки. О, кольцо. Давайте кольцо. И двадцатый уровень. Мгновенный ответ. Давайте, ладно, прочитаем, что здесь. Наши реакции должны быть неизменить длительные, сокрушительные. Мы должны проучить этих мерзавцев раз и навсегда. Наши разведчики засекли местонахождение вышивших зверолов в Среброй Речи. Тех, кому удалось спастись от пожара. Сейчас они прячутся вдоль юго-восточной дороги. Видимо, пытаются заманить нас в ловушку. Отправляйся на заставы, на пушки и разберись с ними. Судя по донесениям, их предводителя зовут Владик. Сделай так, чтобы я больше ничего о нем не слышал. Ок. До скорой встречи. Также маунты надо выновить, чтобы он быстрее бегал. А, это здесь. А мы здесь были. Блин, я вообще в самый первый это лого вернули. Мне сюда надо еще и сюда, да, у меня кресты. И здесь у меня, кстати... Я не знаю, здесь будут продолжения у крестов или нет. Мне кажется, что может быть продолжение. Но здесь мы уже, кстати, были, да. И там именно враждебные эти чуваки. Варгены. Внезапно. Продолжение следует... Продолжение следует...